Субтитры предоставил DimaTorzok К восстановлению главного санитарного врача теперь разрешено работать бассейном без водных аттракционов с заполняемостью не больше 50%. Также столичным объектам общественного питания разрешили и в выходные дни принимать посетителей внутри помещения. Главное условие – не больше 30 посадочных мест и при строгом соблюдении социальной дистанции. Рассаживать посетителей можно по 4-6 человек за одним столом. Изменился и график работы заведения общественного питания с 9 до 12 часов. Кроме объектов, расположенных в жилых зданиях и на территории жилой застройки, они будут работать только до 10 часов вечера. При этом по-прежнему запрещено проведение коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий. Татарской области напротив продлевают ограничения. Они будут действовать до 28 сентября. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. При этом разрешена деятельность объектов культуры при заполняемости не больше 50 человек с соблюдением дистанции и санитарных требований. С подобными ограничениями начнут работать и бассейны. Кроме этого, возобновляют свою деятельность тренажерные залы, салоны красоты, торговые центры. Жесткие ограничения сохранят только в выходные и праздничные дни. В Восточном Казахстане уже несколько лет ждут обещанной газификации. Голубое топливо так и не дошло до Тарбогатайского, Курчумского и Урджарского районов области. Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства утверждает, что проект по строительству газопровода в Тарбогатайском районе уже разработан. Работы начнутся после изучения ресурсной базы. Ася Мудешева разбиралась в ситуации. Впервые газ в Зайсанский район пришел 7 лет назад. Тогда власти обещали, что три соседних района тоже перейдут на экологическое топливо. Однако сегодня сам район, где находится газораспределительная станция, обеспечен газом только на 70%. В Зайсане, где проживают около 20 тысяч человек, 185 домов пока не подключены к природному газу. Вопрос обещали решить уже в этом году. Житель города Мара Далабаев надеется, что теперь хлопоты, связанные с углем, останутся в прошлом. В прошлом году мы закупили 14 тонн угля. Это все затратно, хлопотно. Теперь нас наконец-то подключат к газоснабжению. Мы долго этого ждали. Желаю, чтобы газ пришел и в другие районы. На реализацию проекта по газификации Зайсанского района из республиканского бюджета выделили почти полтора миллиарда тенге. Села подключают газу поэтапно. Подали бюджетную заявку на внутрипоселковые тех же сел, восьми населенных пунктов. Если бюджет позволяет, одобрят нас тогда в этом году. Еще мы разрабатываем негазифицированные села Челек-Т, Джал-Читас-Постал. Идет разработка ПСД. То есть мы до конца года планируем получить экспертизу и подать заявку на строительство на следующий год. А вот масштабный и дорогостоящий проект по газификации соседних районов уже несколько лет находится в стадии ожидания. Газом по-прежнему не обеспечены Тарбогатайский, Курчумский и Урджарский районы. Проблема в недостатке финансирования и долгой тендерной процедуре. В прошлом году, к примеру, на реализацию проекта по газификации 10 сел Тарбогатайского района из бюджета были выделены средства. Но по неизвестным причинам эта работа остановлена. С нашей стороны подрядная организация готова. Специалистов хватает. В Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ответили. Проект по строительству газопровода Тарбогатайского района уже разработан. Работу не могут начать, потому что затянулся процесс разведки Сарбулакского месторождения. Университет энергетики не могут подтвердить запасы. Они у них находятся на разведке. После того, как они разведку подтвердят, что на контрактной территории есть перспектива дальнейшего добычи и подтверждения каких-то запасов, только после этого будет дано технические условия на разработку нашего проекта. Ведутся работы по разработке проектно-смертной документации. То есть проектно-смертную документацию начали выполнять и столкнулись с тем, что нам не выдают технические условия. А они, интергазно-центральная, не могут выдать условия, пока министерство не подтвердит разведку запасов. Если проект по газификации Тарбогатайского, Курчумского и Урджарского района все же возобновится, экологически чистым и относительно дешевым топливом будут обеспечены еще 60 сел области. Асим Утешево, Берег Жобалайулы, Хабар, 24, Восточно-Казахстанская область. В Алматинской области планируют осваивать новую для региона сельхозкультуру. Аграрии совместно с отечественными учеными запускают программу по введению в оборот азимого рапса. Крестьяна обучат технологии выращивания и будут обеспечивать семенами. Решен вопрос и со сбытом урожая. Подробности у Адельхана Сахаре. До этого времени азимый рапс в окрестностях Талукургана выращивали лишь некоторые крестьянские хозяйства в качестве корма для скота. Теперь эта сельхозкультура может стать приоритетной наряду с сахарной свеклой, кукурузой и рисом. Здесь запускают специальную программу по введению азимого рапса в сельскохозяйственный оборот. Ученые готовы обучить местных аграриев технологии выращивания и обеспечивать семенами. При правильном подходе с гектара можно получать до 5 тонн урожая. Тура очень рентабельная, высокодоходная. В среднем каждый гектар может давать чистые прибыли от 150 до 600 тысяч тенге с гектара. Чистые прибыли можно получать. Снизить нагрузку на водные источники, потому что есть свои особенности выращивания, когда мы орошение основное для рапса можем проводить влагозарядку осенью и весной, до начала основного поливного сезона. Весной в Талдыкургане открылся завод по выпуску растительного масла. Он способен перерабатывать до 150 тысяч тонн азимого рапса в год. Пока предприятие закупает сырье из России, но уже в следующем году начнет принимать урожай местных аграриев. Собираемся сеять на 20-х гектарные пробные азимый рапс. Если урожайность нормальная будет, реализация нормальная будет, тогда мы в последний год растеряем посылную площадь. Мы отбираем пробы, если пробы соответствуют заявленным качествам, и ГОСТу, и ГОСТу самое главное. То есть в течение двух часов мы рассчитываемся за принятое сырье. Цену формирует рынок. На сегодняшний день, допустим, если говорить о ценах на рапс, то на сегодняшний день рапс стоит 460 долларов. Рапсовое масло широко применяется не только в сельском хозяйстве и кулинарии, но и в металлургической, мыловаренной, кожевенной и текстильной промышленности. И даже в качестве биотоплива оно пользуется большим спросом в мире. Особенно популярно в соседнем Китае, куда-то Лыкурганский завод уже начал поставлять свою продукцию. Адельхан Сахарил, Жазбай Басынов, Хабар-24, Алматинская область. В экологической школе Павлодара вырастили плоды кофейного дерева. Первый урожай собрали и перемолов, зерна сварили кофе. Его аромат и вкус не уступают импортному аналогу, говорят натуралисты. Это не первый опыт выращивания экзотических растений в условиях теплицы. Нербал Абишев попробовал тепличный кофе. В экологической школе дети познают самые разные растения. Летом занимаются на приусадебном участке, а зимой в теплице, где им намного интереснее, потому как здесь растут экзотические виды. Арика Точеддинова, например, ухаживает за кофейным деревом. Только недавно собрала первые плоды. Обжариваем микроволновки, затем натираем и варим кофе. И пьем очень душистый, ароматный, вкусный кофе. Больше всего школьникам нравится наблюдать, как из семян вырастают побеги. Потом скрупулезно изучают каждый этап роста. Их гордость – необыкновенные растения. Каждый год здесь появляется что-то необычное. В этой оранжереи растет более 200 видов экзотических растений, тропиков и субтропиков. Некоторые из них дают плоды. Но есть и такие, которые при всем желании юных натуралистов не плодоносят. Например, дерево авокадо. К сожалению, вырастить на нем плоды не удается. Нужны тропические насекомые в период цветения. У каждой экзотики свои особенности, говорят натуралисты. Киви растет как лианы, а инжир вообще не цветет, а сразу дает ягоды. Некоторые экзотические растения плодоносят круглый год. Недавно собрали поспевшие гранаты. Мандарины вот только зреют. Мы сейчас все тропическое растение говорим. Можно сказать, что пустынь, суккуленты, кактусы. У нас вот эта апунция цветет, дает плоды. У многих кактусы плоды съедобные. Местные жидкие, там где они растут, они ее употребляют в пищу. Вот таких интересных случаев у нас много. В теплице есть много удивительных цветов. Однолетних только 70 видов и многолетних более 50. Эта эко-школа дает хорошие навыки для занятия садоводством и огородничеством. Юные натуралисты здесь познают растительный мир и наслаждаются плодами своего труда. Ербулабишев, Самат Аспанов, Марат Игриков, из Павлодара, Хабар, 24. В Германии стремительно растет число инфицированных. За сутки в стране зарегистрировано 1630 новых случаев заражения коронавирусом. Это намного меньше, чем во Франции или Испании. Но как минимум в трех федеральных землях ФРГ пришлось распустить несколько школ из-за вспышек COVID-19. Инфекция проникла и в общежития для беженцев. Уже два приюта закрыли на карантин. Шулпан Найманбаева продолжит. Учебный год Германии начался по плану. Однако в стране из-за новых вспышек уже закрылись первые гимназии и лицеи. К примеру, накануне коронавирус обнаружили в Баварии, в одном из образовательных учреждений города Фрайштадт. Оказалось, что инфекцию подхватили 44 педагога и 66 учеников. Занятия сразу же отменили, а более тысячи школьников отправили на карантин. Из-за резкого увеличения числа инфицированных власти просят граждан соблюдать дистанцию и носить маски. Однако, по данным немецкой полиции, до 4000 человек Германии, ежедневно передвигающиеся общественным транспортом, игнорируют масочный режим. К слову, проводники вправе высадить нарушителей. Но чаще всего стражи порядка настоятельно просят пассажиров одеть маску, но в случае отказа штрафуют. К слову, по закону наказать могут максимально на 250 евро. Однако полицейские констатируют, большинство немцев все же придерживаются правил. В любом случае, я, конечно, немного боюсь, но не настолько, чтобы бояться выходить на улицу. Я хочу наслаждаться хорошей погодой, общаться с людьми, но, конечно, я соблюдаю дистанцию и встречаюсь с друзьями на открытом воздухе. Я стараюсь обходить стороной большие толпы людей и стараюсь быть очень внимательным. Но я вижу тех, кто несерьезно относится к правилам. Они устраивают вечеринки или собираются на демонстрации против коронавирусных мер. Я считаю такое поведение легкомыслым. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, вводятся новые меры. К примеру, на демонстрациях, где заявлено участие более 100 человек, все должны быть в масках. А в некоторых регионах снова ограничивают количество гостей на семейных торжествах. В земле Бранденбург, допустим, на юбилей или свадьбу можно пригласить до 75 человек. Шелпан Айманбаева, Милослав Авриновский, Хабар, 24, Германия. В Колумбии общее число заражений коронавирусом превысило 700 тысяч. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. При этом количество летальных исходов от инфекции достигло почти 23 тысяч. Напомню, недавно в этой стране закончился пятимесячный карантин. Его ввели еще в марте. Сегодня ограничения сохраняют только в некоторых регионах, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Дезинфекционные туннели, бесполезные в борьбе с коронавирусом, к такому заключению пришли в Минздраве Узбекистана и добавили, что такая профилактическая мера может оказать негативное влияние на организм человека. С начала смягчения карантина власти соседней страны обязали устанавливать такие туннели практически перед каждой организацией, в частности, рядом с объектами общественного питания, аэропортами, вокзалами, рынками и супермаркетами. По словам специалистов, растворы хлора, используемые в дезинфекционных туннелях, могут вызвать аллергию, конъюнктивит и даже бронхиальную астму. В Грузии на обвиняемых в бытовом насилии наденут электронные браслеты. С 1 сентября вступили в силу поправки в Уголовный кодекс. Домашнее насилие – одно из самых распространенных в стране уголовных преступлений. За полгода пострадали больше 4 тысяч женщин и свыше 800 мужчин. Насколько действенная будет новая мера, выясняла Юлия Тужилкина. Домашние тираны в Грузии теперь под серьезным надзором. На них наденут электронные браслеты, контролирующие дистанцию по отношению к жертве. Семейное насилие в стране – одно из самых распространенных преступлений. Только с января по июне этого года МВД выдало более 5 тысяч сдерживающих ордеров насильникам. Из года в год растет количество заявлений от жертв домашнего насилия. МВД провело важные мероприятия. С одной стороны, чтобы увеличить количество обращений, то есть научить жертв не замалчивать проблему. А с другой стороны, чтобы укрепить доверие к правоохранительным органам. До того, как мы ввели электронный надзор, насильникам выписывали сдерживающий ордер и запрет на приближение к жертве. Но тогда запрет на приближение не мог контролироваться эффективно. Электронное наблюдение позволяет нам создавать более безопасную среду. Ранее насильник мог возвращаться к своей жертве даже при наличии сдерживающего ордера, оставаться безнаказанным и совершать повторное насилие. Поэтому неправительственные организации по защите жертв насилия давно добивались введения именно электронного надзора. Мы это все видели в европейских странах, где эти браслеты работают, работают очень удачно. Но это было связано с большими финансовыми затратами и с политической волей тоже в государстве. Но политическая воля была, не было финансовой. Вот так вот в этом случае, естественно, в этом году было возможно, чтобы это все уже как-то вместе совместить, и волю, и финансы, и вклад большой в этой сфере женской организации ООН, и, естественно, тех неправительственных организаций, которые в этой сфере работают. Согласно поправкам в уголовный кодекс, теперь обвиняемым в семейном насилии при выдаче ордера наденут электронный браслет, который при приближении к жертве будет подавать сигнал, фиксирующийся в МВД. И правоохранительные органы могут реагировать мгновенно. Если насильник проигнорирует ограничения или снимет браслет, его ждет штраф или общественно полезные работы, или лишение свободы до одного года. Юлия Тужилкина, Шалва, Суромилашвили, Хабар, 24, Грузия, Тбилиси. В Краснодаре сегодня ночью произошел пожар в многоэтажке. В доме выгорел весь верхний этаж. Огонь полностью уничтожил 54 квартиры. Пострадавших нет, сообщают местные власти. 300 жильцов были эвакуированы. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность проводки, сообщил мэр города Евгений Первышев. Кроме того, в Краснодаре введен режим локальной ЧАЭС. Всех жильцов разместили временно в гостинице. По факту происшествия началось расследование. Возвращаемся к событиям в нашей стране. Асланбек Женисов вместе с супругой продолжает династию пожарных. Профессию когда-то выбрал отец Асланбека. И теперь спасение человеческих жизней стало семейным делом. Асланбек Махмутова о преемственности поколения. Карьеру пожарного Асланбек Женисов начал пять лет назад, сразу после окончания профильного вуза. Он один из лучших сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям. Пример для своих коллег. Профессия обязывает его быть всегда готовым к любым непредвиденным ситуациям. Боевая одежда пожарного, она со всеми снаряжениями, аппаратами полностью, около 30 килограмм. Сами представляете, как это тяжело полностью каждому пожарному приходится во время пожара. Чтобы каждый сотрудник перед пожаром не сомневался в своих действиях, мы проводим такие занятия психологические, физические. И полностью занимаемся с сотрудниками нашими. Чтобы он всегда был в форме. Именно на службе Асланбек познакомился со своей супругой. А Райлом тогда работала диспетчером отделения. В настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком. В начале, когда я только приступила к своей работе, конечно, мне было страшно. Потому что я совсем была незнакома с этой сферой. Была какая-то тревога за тех людей, которые полагаются на меня, которые надежду возлагают. Но потом со временем я привыкла, полюбила свою работу. И сейчас как бы, не скажу, что наравне, но рядом с мужчинами вместе также работаю. Дома супругов ждут маленькая Айша и мама. Маржангуль Аубакирова рассказывает, что миссия мужчин этой семьи – спасение жизни. Отец Асланбека тоже долгие годы проработал в данной сфере. Любовь к этой профессии у Асланбека от отца. Его давно с нами нет, но выбранный им когда-то путь продолжает наш сын. Если в будущем это дело полюбят внуки и внучки, я не буду против. Эта профессия достойна уважения. К слову, сегодня в Акмолинской области насчитывается порядка 20 династий спасателей. Айсул Махмутова, Дамир Бирыкова, Евгений Шинкаренко, Кукшитау, Хабар, 24. Шахтеры-мушкетеры. Такое прозвище получила семья Мустафиных из горнятского городка Шахтинск. Сейчас династия насчитывает уже три поколения горняков. При этом все они работают на одной шахте. О семейных традициях и ценностях расскажет Юлана Чаус. Подземным первопроходцем в семье Мустафиных стал дед с озвученным именем Казахстан. Он пришел на шахту сразу после войны. А за ним сюда, на шахту Казахстанской, уже как себе домой спустились и все его сыновья. Отца и старшего брата уже нет, но им на смену приходит третье поколение горняков Мустафиных. Четыре брата, у каждого дети. По одной, по две вот так работают. Дети работают. Собираемся создать бригаду. Хотелось бы участок, но не получается, еще маловато, но бригаду можно создать. Однако, учитывая опасность работы, одновременно находиться под землей близким родственникам запрещено. Потому по графику, пока один работает, второй отдыхает, третий идет на смену, четвертый выходит. Собраться всей большой семье вместе, даже в праздники, почти никогда не получается. А когда собираются, разговоры о шахте. Какой участок лучше? Третий. Какой третий? Чем-чем-чем-чем. Первый, у нас участок все равно более сплоченный. У нас в обиду друг друга не дают. И наша Казахстанская шахта, да, это, короче, более сплоченная. Их девиз, говорят Мустафины, как у мышкетеров, один за всех и все за одного. И уточняют, у горняка есть семья маленькая, родственники небольшая, весь шахтерский коллектив. Отец, признается, отговаривал идти по своему пути. Но сам и приучил их по-мужски не бояться трудностей и быть надежной опорой семье. Зачем тебе шахта? Лучше устроиться куда-нибудь. Эта шахта нелегкий труд. Я вот попробовал это, здоровье отдал. Братишка говорит, ничего, я тоже попробую. Года два поработай. А потом я пошел, года два поработай. Вот и прошел. Вот дети пошли мои, тоже года два. Старший брат тоже говорит, мы года два. И у нас года два получилось, вот почти 200 лет у нас старше. Доставать из земли все, что внутри, шутят Мустафины, у них уже в крови. Дружные, трудолюбивые, они не боятся самой тяжелой работы. И как настоящие горняки, даже на грядке они добудут уголь. Потому на шахте про это семейство есть особая шутка. Нам вообще говорят, вот мы на казахстанской шахте же, это, работаем на казахстанской. И вот у меня фамилия Казахстан. Они мне говорят, это же твоя шахта. Как ты вот, простым рабочим, не директор ты. Ну будем стараться, до директоров дойти. Сейчас из династии Мустафиных на шахте трудится 8 человек. И они уверены, в семье это не последнее поколение горняков. Любимая песня в вашей семье? Ну, про родителей, про мать, про отца. Они-то все равно святые. Нас же подняли, мы своих поднимаем. Юлан Чаусайлау Игликов, Аслан Демизбаев, Хабар-24, Карагандинская область. Тайны происхождения золота саков раскрывают в Восточном Казахстане. К очередной археологической сенсации приблизились ученые при раскопках шестиметрового кургана Елики-Сазы. У его основания обнаружили 830 золотых украшений, датируемых V-IV веком до н.э. И необходимые для их изготовления детали. В историю окунулся Вячеслав Итлогин. В долине Елики-Сазы у подножия самого внушительного по размерам кургана археологи откопали настоящую сенсацию. Заваленный каменистым грунтом схрон, а в нем золотые подвески и набор погребальных украшений. Именно камни сберегли драгоценности от грабителей и сохранили их практически в первозданном виде. Курган был полностью разграблен. Мы нашли эти вещи у подножия кургана. Большинство форм, они уникальны. При детальном изучении мы получим очень оригинальные суждения не только по сюжетам, но и по технологии, технике изготовления этих вещей. Как закалялось золото и технологию его литья поможет раскрыть еще одна уникальная находка. На территории могильника исследователям удалось обнаружить мастерскую образца пятых-четвертых веков до нашей эры. Печи и свыше 50 заготовок для производства золотых украшений. 830 извлеченных из кургана Еликесазы золотых украшений – это лишь малая часть развернутых на востоке Казахстана исследовательских работ. За последние 4 года в регионе обнаружили свыше 20 тысяч подобных древних артефактов. Их музеификация еще продолжается. Ученым еще только предстоит изучить поистине ювелирную технологию изготовления золотых изделий. В настоящее время еще идут реставрационные работы. Мы уверены, что все артефакты получат международную известность. Мы презентуем их на казахстанских и международных экспозициях. С 2014 года археологические памятники региона, курганы и места раскопок посетили больше пяти тысяч иностранных туристов. Исследователи добиваются включения древних памятников региона в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вячеслав Фитлугин и Жигер Бабаканов. Восточно-Казахстанская область. Хабар-24. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.24.kz. У меня же там все. Однако я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующих информационных выпусках на телеканале Хабар-24. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин